Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, недавно произошел ужасный конфликт между Юлией Ефременковой и Сергеем Кучеровым. Сергей толкнул девушку, она сильно ударилась головой. В реальном времени Юля уже его простила. «Если ты провоцируешь», – сказала она в интервью, – «то должна быть готова к любым ситуациям. Если любишь, то можно и нужно прощать. Я верю, что мой Сережа больше так не сделает». В очередной раз Иосиф Аганесян неудачно пошутил. Саша Черно продолжает хабалить, орать. Иосиф же пытается смягчить конфликты и немного перевоспитать ее. Черно болезненно отреагировала на неудачную шутку Иосифа о том, что у него не стоит, на ее чересчур пышные формы. Саша рыдала от обиды, несмотря на то, что Аганесян извинился. Она окончательно отказалась ходить в спортзал и худеть. Ирина Донцова считает, что в этой паре отношения не настоящие. Ведь Иосиф не хочет знакомить Сашу со своей семьей. Леша, например, свою маму с Майей познакомил через две недели, – пишет женщина. Так что попахивает враньем. Ольге Рапунцель на лобном месте досталась от Димы Дмитренко. Она посмела высказать свое мнение об отношениях Димы и его мамы, что его не на шутку разозлило. В адрес Рапунцель полетели оскорбления. Дима хотел донести до своей жены, что на всю страну выносить то, как живут его родственники, что у них болит и так далее, он не собирается. Но его слова было очень трудно разобрать за трехэтажным матом. Вальтер Соломенцев и Никита Кузнецов сдружились. У них оказалось очень много общих интересов. Ребята на острове скучают по Кате Жуже, они передают ей привет в сети. И своим самым любимым участникам, Марине Африкантовой, Малышеву и другим, она обещает, что скоро прилетит на остров. Маша Кахно и новенький участник Дмитрий Талибов уже успели поругаться в начале отношений. Он считает, что девушка слишком вульгарна и откровенно одевается. Многие его поддержали. Бородина заметила, что у Маши все юбки 3 сантиметра, а вырезы до пупка. Она выглядит как посмешище. Кахно уже не собирается себя ломать и не хочет меняться. Валера Блюменкранц рассказала о характере своей дочери Беатрисы. Она очень спокойный ребенок. Я готовился не спать по ночам, но все отлично. Дочка просто умничка. Ольга Бузова похвасталась очередным подарком от поклонника. Это тысяча и один пион. Но не только она получила такой роскошный сюрприз. Алене Водонаевой тоже подарили тысячу и один пион. Зрители обсуждают одинаковые букеты и шутят, что Водонаева и Бузова воспользовались сервисом «Цветы на прокат». Саша Гозиас публикует много снимков, на которых виден ее нос после ринопластики. Подписчики Саши не разделяют ее восторгов. Также в сети обсуждают и новый нос Элины Камерен. По мнению большинства, он выглядит не слишком гармонично на ее лице и больше похож на обрубок. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.